Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и сегодня мы с вами займемся прожаркой Брайана Трейси. Брайан Трейси однажды рассказал мне и еще пяти тысячам человек в зале гостиницы Космос, рассказывал историю про одного журналиста, который однажды на каком-то приеме встретил Билла Гейтса и Уоррена Баффета. А эти чуваки, как мы уже давно заметили, да, они в последнее время ходят все время вместе. И вот они стоят, едят один гамбургер на двоих, журналист подходит к ним и спрашивает, чуваки, скажите мне, что такое вы сделали, какое свойство сделало вас такими, какие вы есть сейчас? При этом, ну, очевидно, он имеет в виду не то, что они два старых самодовольных мудака, которых ненавидит весь мир, несмотря на всю их благотворительность, а имеется в виду, что то, что сделало их самыми богатыми людьми в мире. И на двоих они, у них столько же денег примерно, сколько у всего южного полушария. Так вот, что сделало их такими? Что было самым главным для достижения их успеха? И будто бы оба этих перца в один голос сказали, что главное свойство, которое сделало их такими, какие они есть, это умение концентрироваться на одной задаче. Таким образом, Брайан Трейси сформулировал весьма популярную мысль, что умение сосредоточиться на одной задаче, умение бить в одну точку, пока эта точка не загорится, оно и есть основополагающее свойство человека для достижения успеха. Как вы поняли, я записываю это видео специально для того, чтобы доказать, что Брайан не прав, что он ошибался. На самом деле, главным условием успеха является умение человека сосредоточиться не на одной задаче, а на двух. Умение удержать в голове одновременно две идеи. Умение двигаться одновременно сразу в двух направлениях. Как так? А вот так. Эту мысль я впервые прочитал в книге Джейкоба Брановски «Восхождение человека». Книга очень интересная, я рекомендую. Джейкоб считает, что гений – это человек, у которого есть две великих идеи. Две, не одна. Одной идеи недостаточно. Давайте посмотрим на то, как эта стратегия осуществлялась в жизни других великих людей. В мире огромное количество великих, суперпрофессиональных и суперпопулярных телеведущих. Но при этом, если спросить, кто самый популярный телеведущий в мире, любой человек скажет, что есть Опра и есть все остальные. В России было много отличных поэтов. Действительно, по-настоящему классных поэтов. Но при этом один самый великий русский поэт, понятно, что это Пушкин. В мире много классных инвесторов. Но есть разные инвесторы и есть Уоррен Баффет. В истории было множество, огромное множество великих политиков. Но если спросить, кто был самым великим политиком всех времен и народов, огромное число людей, я думаю, что 90% людей вспомнят фамилию Черчилля. В истории искусства также было огромное количество художников. Классных художников. По-настоящему классных художников. Но при этом Леонардо один. Кстати, я думаю, что я в ближайшее время запишу отдельное видео о жизненных и творческих стратегиях Леонардо. Давайте посмотрим, что это были за идеи, в чем их величие и в чем их новаторство. И есть ли между этими идеями что-то общее. Ну, давайте начнем с Опры. Никто не будет спорить с тем, что она величайший телеведущий всех времен и народов. Опра это лицо современного телевидения. При этом, смотрим, у нее не слишком примечательная внешность. Думаю, что если бы я оказался рядом с ней в каком-нибудь европейском аэропорту, аэропорту, аэропорте, аэропортов, аэропорту, на стоянке такси, я думаю, что я ее просто не обратил бы на нее внимания. Ну, пожилая леди, ну окей. Ну, как бы, у нее обычный голос, тоже ничем не примечательный. Она не является выдающейся интеллектуалкой. Да, она много читает, но при этом ее читательский вкус, если вы следили за тем, какие книги попадали в ее, как это называется, клуб, клуб Вопре Уинфри, вы увидите, что вкус у нее, ну, такой, вполне обычный. Вкус обычной домохозяйки. И там Тони Моррисон и Джонатан Франзен на этой книжной полке вполне спокойно могут соседствовать с какой-нибудь абсолютно пустой, абсолютно сопливой, ничем не примечательной мелодрамой, о которой забудут на следующий день. Но у нее есть великая идея. Сделать телевидение эмоциональным. Не скандальным, а именно эмоциональным. То есть, ее телевидение, это телевидение про меня, про Сашу Молчанова, про вас, да, про каждого из нас. И когда она задает вопросы звездам, она задает мои вопросы, она задает ваши вопросы, да, и именно это сделало ее знаменитой на весь мир. То есть, это ее идея номер один. Ее идея номер два. То есть, это классная идея, да, но этого недостаточно для того, чтобы сделать ее величайшей телеведущей всех времен и народов, да. Ее идея номер два. Сделать духовный рост не уделом каких-то продвинутых одиночек, не уделом каких-то аскетов, которые сидят и там 30 лет где-то медитируют, а всеобщим достоянием. Когда она собиралась сделать серию интервью с духовными лидерами, над ней смеялись. Кому это будет интересно? Кто это будет смотреть? Да, а оказалось, именно это и интересно. И именно это сделало опру не просто великой телеведущей, известной всему миру, а настоящим духовным лидером. Дальше. Пушкин. Ну, кроме того, что он отлично писал стихи. Ну, у нас вообще много кто отлично писал стихи. Скажем, тот же Лермонтов писал как минимум не хуже. Или Грибоедов. Или Тютчев. Да, это все отличные ребята. Очень хорошо писали стихи. Идея Пушкина номер один – это использование сюжетов из русской истории и из русской жизни. До него русские авторы писали или про древнюю европейскую историю, или про каких-то якобы русских, но на самом деле вполне абстрактных метрофанушек и фамусовых. После Пушкина обращение к русской истории и к русской действительности стало мейнстримом, чтобы не сказать стандартом для русского писателя. Его идея номер два – это использование европейского подхода к старителлингу. Недаром его называли, хотел сказать, в колледже. В лицее его называли французом, у него была кличка «Француз». Хотя на самом деле у него скорее не французское, а скорее английское влияние. И именно англомания поперек офранцузивания элиты, которая происходила в то время, сделала его тем Пушкиным, которого мы знаем. И это, я напомню, это происходило в то время, когда Шишков, вот тот самый, который, прости, писал в альбомы девушкам стихи типа «Безбелил ты девка бела», «Безрумян ты девка ала», что-то там «Отрада отцу и матери, сухота сердцу молодецкую». Вот такие вот стишки, такая вот была русификация. Следующий, Леонардо да Винчи. Самоучка, который за всю жизнь так и не удосужился освоить латынь, но изобрел примерно вообще все на свете. Его идея номер один – это наблюдение за природой. Он ничего не принимал на веру, но все время внимательно наблюдал. И это не просто стратегия. Это был абсолютно новаторский подход к исследованию в ту эпоху, когда очень многие знания просто принимались на веру. То есть мы привыкли считать вот так, и мы отныне всегда считаем вот так. Наши деды считали, что природа существует вот так, и мы принимаем на веру. А он начал наблюдать. Его идея номер два – это парадоксальное воображение, которое опирается на поиск повторяющихся моделей в самых разных областях. Он смотрел и сопоставлял, и сравнивал, что общего между потоками воды, воздуха и волос девушки. И находил какие-то скрытые закономерности. Именно это сделало его величайшим художником всех времен и народов. Неумение рисовать. Рисовальщиков его время и без него хватало, и в общем-то, ну там можно поспорить, лучше его рисовал Микеланджело, скажем, тот же. И были среди художников в то время и более усердные, и более талантливые. А уж концентрация-то и вовсе не входила в число его добродетелей. Брайан Тресси, простите. Дальше, смотрим. Черчилль. Его идея номер один – это взгляд на историю через призму политики. Его исторические труды, которые принесли ему мировую славу, и, кстати, на минуточку, Нобелевскую премию по литературе, эти труды написаны не просто историкам, но они написаны практическим политикам, который прекрасно разбирался во всех хитросплетениях и интересах всех действующих лиц. Его идея номер два – это взгляд на политику через призму истории. Когда читаешь его мемуары, прекрасно понимаешь, что он строил свою карьеру так же, как писатель строит биографию персонажа. То есть он прекрасно понимал, как будут оценены все последствия каждого его поступка. И он оценивал их не только с точки зрения повседневной политической выгоды, но и с точки зрения исторической перспективы. То есть он все время думал о том, а как будут вот этот мой поступок расценивать через 50 лет, через 100 лет. И это давало ему такой 3D-эффект. И такого взгляда не было ни у кого из европейских политиков того времени. И, кстати говоря, я думаю, что у современных политиков такого взгляда тоже, кажется, нет ни у кого. Идем дальше. Уоррен Баффет. Идея номер один – инновационный подход к инвестиционным решениям. Я понимаю, что большая часть моих зрителей – это гуманитарий. Поэтому попробую упрощенно объяснить, в чем состоит этот подход. Прежде всего, доскональное изучение рынка. Отказ от принятия решения, если хоть что-то остается непонятно. То есть решение о покупке акций той или иной компании принимается только наверняка. При этом происходит страховка всех возможных рисков. И он занимается поиском недооцененных активов, которые могут долго-долго приносить прибыль. То есть это покупка не для перепродажи акций. То есть мы купили акции за рубль, продали за 2% и на эти 2% живем. А покупаем акции навсегда. И не продаем их никогда. И живем, рассчитывая на дивиденды. То есть Баффет покупал редко. Он покупал только то, что было ему понятно. И он покупал только для того, чтобы покупка приносила ему деньги. А не для того, чтобы перепродавать эти акции и наживаться на разнице цен. Идея номер 2, которая была и есть у Уоррена Баффета. Это культивация мифа об инвесторе номер 1. То есть он целенаправленно, много лет, год за годом, вкладывался в то, чтобы создать имидж инвестиционного чувака номер 1 в мире. Как вы думаете, ему действительно нравятся гамбургеры за 1,5 доллара? Но это круто. Инвестор, который ест гамбургеры за 1,5 доллара, это прикольно. И очень быстро он понял, что сначала ты работаешь на зачетку, сначала ты работаешь на свой миф, потом миф работает на тебя. Вот представьте, как это работает. Есть какая-то компания. Она стоит, например, миллион долларов. Появляется информация о том, что Уоррен Баффет купил ее акции. Как вы думаете, сколько будет стоить эта компания к вечеру следующего дня? Ну, не знаю, может быть 10 миллионов долларов, может быть 50, может быть 100. То есть, ты работаешь на зачетку, затем зачетка работает на тебя. Дальше, Стив Джобс. Идея номер 1. Это создание замкнутой системы из компьютерного железа и программного обеспечения. Идея номер 2. Это дизайн продуктов, основанный на изучении поведения пользователей. Соединение двух идей. Великая компания. И так далее. Если вы внимательно изучите то, что делает любой из по-настоящему успешных человек, вообще в любой области, вы увидите, что у этого человека есть обязательно две великих идеи. Есть ли между этими идеями что-то общее? Возможно ли выявить какую-то стратегию для выявления этих идей? Да, кое-что общее есть. Одна идея это нечто новое. Это что-то, что создает большую ценность для людей. Вторая идея это что-то, что дает возможность самовоспроизводящегося масштабирования. То есть, что-то, что запускается и что начинает расти само собой. И вот, когда я готовил этот ролик, я начал думать, а у меня есть две великих идеи. И мне кажется, есть. Идея номер один это адаптация существующих и разработка новых технологий личностного развития для творческих людей. Если вы смотрите этот канал, это ровно то, что я делаю на этом канале. Идея номер два это использование инструментов старителлинга для продвижения своих проектов. В том числе и мастерской, в том числе и этого канала. Теперь вопрос к вам. Есть ли у вас две великих идеи? Напишите в комментариях. Если это видео было интересно, поставьте лайк. Если оно было полезно, сделайте репост. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Удачи!